Обзор аудиокниги «Повелитель мух» Автор Уильям Голдинг Постер, ночной мрак и густая трава с человеческий рост со всех сторон окружают обнаженного мертвенно-бледного худого мальчика со взъерошенными рыжими волосами. Его глаза опущены, в руках облепленная мухами свиная голова, мухи кружат повсюду. Серые буквы текста вверху и внизу постера соответственно. Уильям Голдинг, «Повелитель мух». Обзор, краткое содержание. «Повелитель мух» — дебютный аллегорический роман английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Голдинга, вышедшей в 1954 году. Почему данный роман обрел популярность на момент публикации? Постичь несложно, прошло менее десяти лет после окончания Второй мировой войны, и в обществе было отчаянно сильное желание понять и осознать причины и предпосылки случившейся катастрофы. Тут-то и пришел Уильям Голдинг со своей собственной интерпретацией людской природы. Итак, основной посыл книги заключается в постулировании звериной сути человека, лишь до поры скрываемой под тонким налетом цивилизованности, тут же слетающим в критических условиях. В военное время в результате авиакатастрофы на необитаемом острове оказывается группа детей, эвакуированных из Англии. Среди них выделяются два лидера — Ральф и Джек Меридью. Первый на острове успел познакомиться со страдающим астмой и лишним весом, но рассудительным и догадливым мальчиком в очках, которого дразнит Хрюшей, второй же является старостой церковного хора и пользуется непререкаемым авторитетом у хористов. После выборов, на которых победил Ральф, Джек и его хористы провозглашают себя охотниками. Борьба за лидерство, наслаждение своей силой и властью, азарт охотника, понимание беззащитности своей жертвы, единение толпы в диком порыве и пьянящее ощущение крови, застилающее разум. Податься своим животным инстинктам — это самый легкий путь, пресловутый путь силы и дикости. О книге. Название книги «Повелитель мух» является буквальным переводом с древнееврейского имени языческого бога — Баальзвуф, чье имя, Вильзевул, в христианстве стало ассоциироваться с дьяволом. Роман был задуман как иронический комментарий к коралловому острову Балантайна — приключенческой истории в жанре робинзонады, где воспеваются оптимистические имперские представления викторианской Англии. Путь в свет у романа был труден. Рукопись отверг 21 издатель, прежде чем издательство Faber & Faber согласилось выпустить его в свет с условием, по которому автор убрал первые несколько глав. В первом варианте события начинались уже на борту самолета, а также были описаны ужасы ядерной войны, во время которой и развернулись те самые действия притчи антиутопии, которая стала известна читателю. Вследствие этого в романе не говорится, во время какой войны происходит действие. Сразу после издания Голдинг был в восторге от своего произведения, но потом охладел к нему. В 1972 году в одном из интервью он назвал роман скучным и сырым, написанным языком школьника-двоечника. Голдинг нарвался на большое количество вопросов о том, почему у него в книге совсем нет женщин. В интервью писатель не раз говорил, что это никак не связано с неравенством полов, в чем его пытались обвинить. Группа маленьких мальчиков больше похожа на уменьшенную копию общества, чем группа маленьких девочек. И не спрашивайте меня почему, утверждал он и аккуратно добавлял, это не имеет ничего общего с вопросами равенства полов. Женщины пытаются доказать всем, что они равны с мужчинами, и это глупо. На самом деле они намного лучше нас и всегда были лучше. Критика. Сразу после выхода роман не привлек к себе внимания. В Соединенных Штатах в течение 1955 года было продано меньше 3000 экземпляров. Однако спустя несколько лет он стал бестселлером и к началу 60-х годов был введен в программу многих колледжей и школ. В 2005 году журнал Time назвал произведение одним из 100 лучших романов на английском языке. В последнее десятилетие XX века роман занимал 68 место в списке 100 самых спорных книг, составленном Американской библиотечной ассоциацией. Король ужасов Стивен Кинг не раз хорошо отзывался о повелителе мух. Он даже написал предисловие к переизданию романа, насколько я помню, это была первая книга, которая смогла в буквальном смысле схватить меня за горло. Я понял, что книги, это не просто развлечение, а вопрос жизни и смерти. Из рецензии на портале LiveLeaf, я думала, что этот роман будет о детях, которые выросли до юношей вдали от цивилизации и потеряли связь с ней. Я ошиблась, дети не растут, они находятся вне общества очень и очень недолго. И от этого роман становится в разы страшнее, потому что они теряют связь с реальностью и с человечностью намного сильнее, чем я могла себе представить. Это необычная детская жестокость. У меня нет слов для описания происходящего. Это страшно, по-настоящему страшно. Я не ожидала, что в конце столь вяло текущего романа может начаться что-то столь ужасное, мерзкое, бесчеловечное и жестокое. После финала, я поняла, почему роман такой популярный, чуть ли не культовый. Из рецензии на портале MeBook все читают Повелителя Мух и говорят, ой, да это же про последователей Гитлера. И все, стоп, дальше уже думалку выключают и вешают на произведении ярлык обличителя нацистского режима. Конечно, нацистов Голдинг зацепил, но только краешком, не в этом была его цель. Совсем он не хотел написать плоскую штучку про то, что нацизм, это очень-очень плохо, дорогие детишки. Шагнул он гораздо глубже, пытаясь докопаться до истоков проявления зла, как такового, а нацизм уже как частного его проявления. И итоги его копаний весьма неутешительные.